МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, определенная опасность в нашей профессии есть. Даже если вспомнить такие крупномасштабные ситуации, это у нас Чернобыльская АЭС, когда погибло очень много пожарных, военнослужащих, которые ликвидировали данную аварию, и многие получили лучевую болезнь. К сожалению, бывает такое, что наши бойцы гибнут. Главные задачи сотрудников Управления гражданской обороны – подготовка населения к возможной чрезвычайной ситуации, оповещений об опасностях, возникающих при военных конфликтах или прическ природного и техногенного характера, а также эвакуация жителей округа. Но самое главное – быть на готове 24 часа в сутки. Для оттачивания навыков сотрудники Управления гражданской обороны регулярно проходят специальные тренировки. Практическое разворачивание объектов гражданской обороны – это у нас и защитные сооружения гражданской обороны, пункты выдачи простым языком противогазов, санитарно-обывочных пунктов и другие объекты. Основные объекты у нас, конечно, разворачиваются по всей территории округи, скажем так, не только в Антон-Антельске. На первый взгляд кажется, что это обычные палатки. На самом деле без этих помещений сложно оказать помощь пострадавшим в случае чрезвычайной ситуации. Объекты называют подвижными пунктами Управления гражданской обороны. За короткое время их могут доставить в любой населенный пункт нашего округа. Здесь, на территории МЧС России по Югре, развернули лишь некоторые пункты. Помещения, где проходят совещания, пункт питания своеобразная столовая и помещения для отдыха личного состава. Мы находимся в палатке, которая предназначена для отдыха личного состава подвижного пункта управления. Как видите, здесь у нас подготовлены места для отдыха 10 человек. Всего же в ППУ размещается 25 человек. То есть одна смена, в принципе, перед оборудованием, можно здесь спокойно отдыхать. Данная палатка также снаджена у нас. В комплект входит теплопушка, которая позволяет поддерживать комфортную температуру для отдыха. Также на подвижных пунктах управления полностью оборудованы рабочие места для руководителей. Устанавливаются непрерывные средства связи. Сами помещения перевозят на специально оборудованных машинах или, как их называют, комплексы средств связи. На таких автомобилях сотрудники Управления гражданской обороны добираются на место и ликвидируют ЧАЭС. Действительно ли с помощью оборудования, которое есть в этих машинах, можно связаться с любой точкой мира? Да, значит, в комплект подвижного пункта управления входят эти вот КАМАЗы, оснащенные комплектом средств связи. Здесь есть, мы уже сами видели, вышка, на которой положена видеокамера. То есть оснащены радиостанции, работающие в различных диапазонах. Кроме того, здесь есть спутниковый телефон. Даже забраться на эту машину обычному человеку сложновато, слишком высоко. Но Айдар Карамов, как и другие сотрудники Управления гражданской обороны, не то что забраться, управлять ей может буквально закрытыми глазами. По-другому никак, когда в чрезвычайных ситуациях жизни населения зависит от слаженности и быстроты всех действий. Субтитры создавал DimaTorzok